Четыре года назад я приехала в Польшу, в Ктайнск, чтобы начать здесь свою взрослую жизнь и учиться в университете. Этот город всегда будет для меня очень особенным, так как именно тут со мной случилось все в первый раз. О, видно солнце, смотри! Оооо, видно солнце! Вау, я не думала, что оно вылезет! Аааа! Я успела запечатлеть солнце! Трудности взрослой жизни, первая работа, тут началась моя карьера в маркетинге, отношения, увлечения искусством и графикой, друзья, мой любимый дом. Хоть я и собираюсь вернуться сюда через какое-то время, пришло время для новой главы, для нового места, которое назовут домом на ближайшие полгода. Так что в последние дни в Ктайнске я буду исполнять свои желания, которые помогут мне запомнить эти дни навсегда. Пол первого, мы в Киевсе и кофе, чтобы не заснуть. Наши приключения еще не случились, а я уже устала, потому что мы шли сюда пешком, потому что мы не продумали логистические наши путешествия. И оказалось, что не ходят автобусы, или ходят, но в скородистую часть не ходят успеем. В общем, здесь такой движ, ребята включили песню «Нас не догонят», и мы сидим кайфуем, да, Ирия? А можешь светиться от этой стороны? Не могу. Посмотрите, какой он тут милый человек, закутанный. Леш, тебе тепло? Тебе тепло? Ты такой милый! Вытащили утром. Утром вытащили ночью. Ночью. В общем, мы пьем тут чайочек. И смотрим рассвет. Что ты делаешь? Пытаешься не заснуть? Браво. Спасибо. Итак, официально заявляю, что мое первое желание перед въездом из Китайска исполнено. Я встретила рассвет. Как ни странно, живя здесь четыре года, я ни разу не встречала рассвет на море. То есть я часто была здесь ночью, я часто была здесь утром, но именно вот этот вот момент рассвета я никогда не заставала. Так что сейчас официально четыре часа девятнадцать минут рассвет. И если честно, солнце не видно, но просто видно, как посветлело и видно красивое небо. Так что... Мы сначала сидели здесь на пляже. Сидели на покрывале, пили вино, ели крылышки из KFC. Потом пошли в то заведение, потому что ужасно замерзли. Пили там чаек. Сидели рядом с ребятами-поляками, которые слушали офигенные польские хиты. Я вообще люблю польскую музыку, особенно попсовую. Я не знаю, почему она мне заходит, но мне реально нравится, я слушаю её на Spotify. И наслаждались закатом. Теперь хотим немного пройтись. Уже середина лета, а я ни разу не купалась, потому что холодно. Как вы видите, я в плаще. Интересный факт. В Сопоте в 4 утра всегда много людей, потому что половина людей, которые здесь тусуются в клубах, потом остаются встречать закат, закат, рассвет на пляже. Так что выглядит здесь так, как будто бы сейчас вечер, а не раннее утро. Это будет один из моментов, которые буду вспоминать, когда уедут. Как ты поиздевалась над своим парнем в свободную его субботу? Да! Я буду скучать по этому городу, по морю, по закатам, по рассветам, по этому морскому воздуху, по мокрым кроссовкам. Там ребята на персии с зонтом делают фотографии. Но Илье не нравится. Один источник света. В какой вселенной одного источника света может хватать? Можно не придираться, пожалуйста? Сильно? Это просто гоу-гоу-дэнсерши. Гоу-гоу-дэнсерши? А ты имеешь против гоу-гоу-дэнсерши? Нет, стоп! Это ребята кричали или это? Это не чайка. Это большая пьяная чайка. Я только начала подходить к дому и начался дождь. Я просто успела каким-то магическим образом. Я купила себе большой кофе в жабке, купила круассаны и ягодки-баруфки, чтобы сделать себе круассанный бутерброд. Я обожаю такую погоду, особенно когда я нахожусь дома. Сейчас должна быть буря, гроза. Подтверждение. И очень свежо. Уху! Отрываемся. Покажу вам сейчас рецепт идеального бутерброда на завтрак. Я раньше так никогда не делала, но я была на пикнике с девочками и им это делают такие круассанные бутерброды для фотографий. И я поняла просто насколько это вкусно. Так что берем круассан и разрезаем его пополам. Это не так уж легко. Итак, покажу вам свой университет. Я искренне надеюсь, что он открыт. Я сейчас нахожусь возле главного корпуса моего университета. Он вообще является достопримечательностью. Тут всегда люди фоткаются. И вот, можете посмотреть. Все стоят и фоткают его, потому что он просто нереально красивый, этот корпус. На самом деле занятия в этом корпусе у меня никогда не проходили. Только одна пара, по-моему. Потому что отдел графики находится немного дальше по улице, но он тоже не менее красивый. Но вот этот вот самый главный. Здесь проходят всякие выставки и так далее. И он супер, супер красивый. Короче, я иду получить документы, которые мне нужны, чтобы оформить страховку. Мне нужно подтверждение того, что я являюсь студенткой. И я надеюсь, что там будет открыто и кто-то мне сейчас даст это подтверждение. И потом мне обратно надо будет ехать в страховую компанию. Мне кажется, что просто грех в моем университете не заснять вид из окна. Он просто потрясающий. Главная улица в Гудаинске. И можете поздравить меня. Мне удалось получить документы, которые мне были нужны. Здесь находится подтверждение того, что я являюсь студенткой, которая сейчас мне придется отнести в другую инстанцию. Рюкзак, маска и документы. Я решила оставить велосипед возле академии, пройтись немного ножками. В общем, прихожу я домой в 12 часов ночи. И на кухне меня ждет вот это вот. Или я заказал. Если честно, не знаю что. Пицца хата. Это одна из наших любимых пиццерий. Точнее, ну, пицца там стандартная, но есть одна, которую мы всегда заказываем. Это карбонара. А что вот это, я не знаю. Ну, какие-то роллы. Не знаю. Прикольно, прикольно. Соус. Что у нас здесь? Угу, какая-то пицца. Но это не похоже на карбонару. Может, это карбонара? О, да, вот это карбонара. Вот это самая классная пицца с пицца хата. Советую. Еще мы любили раньше заказывать корону пиццу. Но, вы понимаете, теперь корона нет в меню. Субтитры сделал DimaTorzok